Девушки отдыхают 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 Вот наш классовое свидание. Вот один из таких автобусов. Из нее отправилась в последнюю поездку в Долина. Можете оценить оберу. Зрительный зал уничтожает 2100 человек. Действительно, ну, площадь зрительного, вернее, то, что приходится на зрительный зал. А вот та же самая Эфелевая башня ранним утром, ярко освещенная солнцем, где вчера проходил митинг, оказывается, митинг в поддержку бедных. Вот. И вознаменование этого для того, чтобы... Ну, здесь все это очень символично всегда происходит. Посмотрите, тысячи пан были выставлены на этой площади. Почему-то французы их отразствляют с бедностью. Посмотрите, что там происходит. Вот это, как я уже повторил, символ бедности. Вот уборка территории. Другие приторговывают. Это китайцы, ну, как на нашем прострессе. Господа, это главный вход, конечно же, в дом инвалидов. Но у нас было предчувствие, что не зря мы тоже не могли здесь проехать. Господа, здесь проходит демонстрация службы безопасности. Да, то есть, и, да, письмоприятия по спасению, да, это очень-очень, даже канал есть, если путь, 1572 года. Ну, и, конечно же, сейчас вылетит с первой стороны, да, эту колокольню. И далее, с правой стороны, длинный интернет, 18 века, да, в моментный сбор в Франции. Там находится музей в Италии и в странах. А на самом деле начинается острый, потому что с Китая, где все эти веки до нашей эры, это вот Кельская, где эта площадь. Магазинчик по продаже зелени и всего, сколько к ним относится. И налево пойдет бульвар, опять-таки, все самые. В Париже живет 2 миллиона 200 тысяч человек. Целая набережная по продаже зеленых насаждений. Но Париж – это самые современные больницы. Пересекаем сено. Светочный рынок, который тоже существует на другой берег. В воскресенье – это птичий рынок, да, кто любит птиц, может, и за Францией. Главный собор Парижа. Собор Парижский программа. То есть, как минимум, пять раз лет здесь проходит служба. Это местополомничество, тоже посвященное культу Деву Марии. Начали выстроиться в 1163 году. И вот уголок тот старинный париж. Парижский квартал. Световая Северина, ее перестроили в 14 веке, уже в стиле поздней гостики. Ну, и мы с вами на улице Святого Иакова. Этически нельзя останавливаться, да, ну, вот очень будет большой штраф. Да, ну, вот и, конечно же, это, мы сказали, Осип. Север-юг, мы сами едем на юг, можете проверить компасы. Ну, и это кордо бывшего римского города Литеце. Римы не смешивались с местными племянами. Везут дрова. Увидеться, будет представлена богиня Слава, который стоит в главу университета гражданских договоренных. Вот такой вид товара. А улица Суфлё, это фамилия того архитектора, который нам, конечно же... Свадьба, как у всех городах, красивая. Она чувствует Святой Женевьево, она же пантеон. И мы в сердце Латинского квартала, мы увидим очень много здесь кафешек, да, и... И вот мы с вами объединили в Симурский сад, да, который у нас спадал. Начали строить дворец Марии Медичи. Разными архитекторами, да, это своего рода соревнования мастеров. И другая... Кто-то и так выдвигается. Посмотрите налево. Но ведь решётку тоже... Руки за спиной. ...приспособили для временных выставок, да, всё, что связано с жизнью, в холодной зоне, да, связано с... Ну вот, и мы с вами увидим очень престижный высший учебный звезд, старинный улица Ферум. Ну, вспоминаете, кто жил на улице Ферум, согласно Александру Дюмацу, конечно. Мужки-чё? Атос. Многие где тоже они устраивали свои дуэли, в том числе и в районе 3-5, и в районе 3-5, и в доме 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 3-5. Садарто, что-то, что-то, да, Винчи. Садарто... Ну, вы видели, тоже перед домом инвалидов, это что-то, 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 где-то есть... ...сегеоритых, защитных семей, тоже какие-то акции проходят. Ванола так, что мало что осталось в создании монастыря, и даже от предлежащих домов. Ну, а церковь и колокольню главным образом реставрировали. Колокольня Сен-Жерман-де-Пре датируется тысячным годом. Да, ведь и более. Присекать с вами бульвар Сен-Жерман. И станция метро Сен-Жерман-де-Пре, конечно. С левой стороны вы увидите два кафе, в которых можно попасть на улицу Старой Комедии. Там. Это фонтан. Ледоход. Мы с вами на площади Квебек. Канаде холлобу. Льдиные вам представлены. Скончался Вольтер в 1778 году в квартире своих друзей, графов. ...совершенствует от той, которой он ученил Александр Дума. Нет, это был Александр Дума. Ну вот мы с вами пройдем по этому месту, где проходим крепостная стена. Здесь, 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 в районе Квебек и сарской торговли. Квебек и сарской торговли. Квебек и сарской торговли. Квебек и сарской торговли. Я говорю маленький, не... ...сарской торговли. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Увиден ли луч прожектора, который идет, не знаю, но он и есть. Ночная сена с той же Эфелевой башней. А это шар зеленого цвета. Говорит о том, о чистоте воздуха в сегодняшний день. Если он зеленый, значит воздух хороший. Если красный, то плохой. Но на нем одновременно и туристов поднимают на высоту 300 метров. Это примерно та же самая высота, на какой находимся сейчас мы. Она счастлива. Она только что чуть не плакала, потому что не пустили нас на третий уровень, высоты уровня Эфелевой башни. Рассчитывали на это. Выше второго противопоказа нас сказали. Да, инвалиды, но... Но все равно Париж у наших ног. Но Париж, да, у наших ног. Благодаря нашему спонсору, только благодаря нашему спонсору, в лице Никитина Николаевича, мы поимели такую возможность, помидав страну, какой земной шар. Они поимели. Мы поимели, мы поимели все. А потом... Вот так мы дождались момента, будучи на Эфелевой башне, когда она вообще засверкала огнями. Это происходит в определенное только время. Вот мы его дождались. Вот и луна взошла уже над Парижем. Ну что ж, пора в гостиницу собираться. Не верите, что Париж? А вот, пожалуйста. Париж. 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 башня в рейтинге когда мы сейчас поедем работают и таким вот образом сейчас мы на территории Лувра от офигенных размеров музей сейчас пойдем туда Джоконду смотреть вот на территории Лувра вот и такое строение находится архитектурное что там узнаем чуть попозже последний день в Париже сейчас мы находимся в Лувре откололись от всех поскольку там очень большой скорость оказывается нам всех наебали с инвалидом вход всего по одному билет на троих нам обошлось это всего лишь 12 евро а требовали с нас по 30 евро то есть 100 вместо 13 и 100 евро то есть ходить большими компаниями по своим человеком с курсоводом это не всегда есть хорошо люди потеряли большое количество денег мужик с мечом а тут ребятенок та самая Мона Лиза которая говорит весь мир народу очень много и фотографирует и снимает на видео в отличие от Эрмитажа все этим пользуются а еще вот люди моих Мона каштаны предлагают национальные сейчас попробуем ради интереса покажи только что чуть-чуть и и и а и и и 1 евро 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 Как в Питере. Посмотрите, как... Огромное стадо мотоциклов, это характерная черта Франции, это из самого Парижа. Здесь такие огромные пробки все время на всех трассах, особенно в выходных, как сегодня, в воскресенье. То вот этим-то видом транспорта очень легко лавировать между автобусами и машинами, что мы все время и видели. Они просто проскакивают и не задерживаются, в отличие от нас. А мы сели после Лувра перекурить маленечко, потеряли друг друга. Меня чуть итальянец не купил, родину просил продать мою. На русском языке, хорошем русском языке, я не продал. У меня денег мало, но я не продал. В Франции тепло сегодня, 19 число, 19 октября. Но вот я без рубашонки, 15-16 градусов. Рано утром нас подняли и повезли в Лувр. Все набрали курдок, утро-то было просладное. Но ехали-то мы в автобусе, там тепло. Я все там бросил, оставил. А все потащили курдки за собой. Теперь они мучаются, таскают. Постоянно легкие. Урбашонки с коротким рукавом. Вот парнишка, это вот на том самом манитете.